Захавай життя детей! У областного палаца творчества детей и молодых обмерковали промежные выники профилактического проекта, который организовали Белорусский детский фонд и специализированный лицей при Университете гражданской обороны МНС. Тему протягнет Ганна Карельчук. За 9 месяцев прошлого года в Хомельской области зарегистрировано больше за 17,5 тысяч случаев у детей от травматизма, отручивания и хвороб от внешних причин. Сиродых переважают бытовые травмы, затем идуть в уличные, спортивные и школьные. Такие личбы подтверждают, что проблема детского травматизма и гибели застается актуальной. Звернуть на ее дополнительную увагу выросли областное отделение Белорусского детского фонда и специализированный лицей при Университете гражданской обороны МНС. Переговорив с лицеем МЧС, с главным управлением образования, приняли решение создать такой проект и провести обучающее занятие среди родителей и детей. Стартовая площадка у нас была в Советский район, это первое дошкольное учреждение 33. Мы там почувствовали какую-то уверенность, что мы на правильном пути. Родители говорили о том, что они прослушав, услышав, увидев, еще раз прокрутили свою жизнь перед глазами, пробежала. Все ли я делаю правильно, обучаю ли я ребенка, уверена ли я, оставляю ребенка дома одного и сможет ли он те знания применить, если он окажется в экстремальной ситуации. Особную профилактичную программу пропануть як детям, так и батькам, бо основной причиной дитячего травматизма является отсутность належного нагляду за детьми и дефицит веду в питаниях безопасности. Малыши принимают удел угольных, подрихтованных волонтерами гомельских колледжев. В свою очередь у дорослых сбирают на незвычайный батьковский сход с майстер-классами от супрацовников МНС. Тандемные занятки проекта «Заховай житет детяти» зараз прошли в 8 школах и 8 детячих садках Центрального, Советского и Чегуночного районов Гомеля. У навучания удельничали около 800 детей и 700 дорослых. Волонтеры при помощи нашего мультипликационного героя «Волшебная книга» играют в различные игры, решают ситуационные задачи, учат вызывать дежурную службу МЧС, а уже со взрослыми работают специалисты МЧС. И самое главное, что работа заключается в том, что практикоориентированный подход, взрослые все получают навыки по оказанию первой помощи лицам, нуждающимся в ней. Это как оказывать помощь подавившемуся человеку, как проводить сердечно-легочную реанимацию на манекенах. И вы знаете, это действительно вызывает интерес. Проект протягнется до конца года. Выездные мероприемства пройдут и в районах Гомельской области. Ганна Карачук, Яугин Макинка, телерадиокомпания Гомель.